Российские спортсмены два года не смогут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом страны. Спортивный арбитражный суд в Лозане оставил в силе санкции, наложенные Всемирным антидопинговым агентством, но вдвое сократил их срок. ВАДА в прошлом декабре на четыре года отстранила Россию от участия в крупных международных соревнованиях. По данным агентства, причиной стали манипуляции с допинг-тестами со стороны Московской антидопинговой лаборатории. По требованию ВАДА она передала результаты тестов, полученных от спортсменов с января 2012 по август 2015 года, но при этом попыталась скрыть не менее 145 случаев применения запрещенных веществ. Россия подала апелляцию, поэтому санкции не вступали в силу до решения суда. Руководство ВАДА считает, что выиграло это дело. При этом оно разочаровано смягчением санкций. «Мы считаем, что они были соразмерны и разумны. Но всё же ВАДА не судья, а прокурор. И мы обязаны уважать решения коллегии. Это по-прежнему самые серьёзные санкции, когда-либо наложенные на какую-либо страну за допинговые нарушения». В результате смягчения санкций российские атлеты смогут выступать в форме с цветами национального флага. При этом на ней можно писать слово «Россия», но также придётся указывать, что выступает нейтральный спортсмен. Российское антидопинговое агентство Русада считает победой России то, что чистые спортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях. Однако оно не полностью удовлетворено решением суда. «Мы считаем, что решение суда не совсем обоснованно и справедливо, ведь Русада была признана несоответствующим кодексу ВАДА. Для этого нет никаких легальных аргументов. И мы считаем, что в своём решении суд не полностью учёл все аргументы российской стороны». В ближайшие два года Россия не сможет подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований. Также российским чиновникам запрещено официально присутствовать на Олимпиадах. Кроме того, Россия должна выплатить ВАДА миллион евро, чтобы возместить затраты на антидопинговое расследование.